В этом уроке я расскажу вам о панели свойств, которые вызываются горячей клавишей N. Итак, первый пункт меню Transform. Здесь в принципе уже говорить не о чем. Я вам уже рассказал, что изменяя параметры Location, Rotation, Scale вы можете изменять соответствующие параметры вашего объекта. Единственное, что здесь можно добавить, что вот видите, есть такие замочки. Отметив, например, замочек по оси X, у нас пропадает красная стрелочка. И мы теперь можем перемещать куб лишь вдоль оси Y или Z. И если мы нажмем просто G и будем его вращать, то данный куб будет перемещаться лишь в двух плоскостях. Ну и таким образом мы можем выборочно ограничить какие-то параметры, которые нам в данный момент не нужны. Пункт Green Pencil, точнее меню Green Pencil мы пропустим. Меню View. Ну и здесь единственное, что могу рассказать о данной настройке пока, Start и End. Это область видимости камеры, только не той камеры, с помощью которой производится рендер, а вот то, что мы сейчас видим в окне 3D-вида, это своего рода тоже вид из камеры. Если мы сейчас будем приближаться вот так к кубу, то мы видим, он у нас сейчас здесь начинает обрезаться, и мы видим все, что находится внутри куба. Если мы данный параметр будем уменьшать, то не происходит никакого отсечения. И наоборот, если мы его будем увеличивать, то видите, уже сейчас я не вижу вот эту самую близкую ко мне вершину, и начинаю видеть то, что находится за ней. Таким образом, регулируя начало и конец области видимости камеры, которые вы можете отрегулировать, как близко и настолько мелкие вы предметы можете видеть, и, соответственно, как далеко у вас будут отображаться предметы. Если мы параметры ренд установим в единице, то мы уже ничего не увидим. Вот я его начинаю увеличивать, и как бы из тумана появляется наш куб, сетка и так далее. Но по умолчанию трогать эти параметры, скорее всего, не придется. В меню 3D-курсор здесь просто мы указываем по оси X, Y и Z положение 3D-курсора. Также здесь легко сбрасывать все в ноль, или задавать точное его положение. В меню Item вы можете изменить название объекта. Сейчас у вас это просто куб. Вы можете написать здесь все, что угодно, нажать Enter, и название поменяется. Это очень удобно в сцене с большим количеством объектов. Когда им даешь осмысленное название, тогда проще в данной сцене ориентироваться. Ну и последнее рассмотрим меню Display. Здесь вы можете отрегулировать отображение вашей сетки, то есть количество линий, размер их, количество подразделений, какие ося отображать, X, Y, Z. То есть полная настройка сетки. А также здесь есть интересная кнопка, кнопка Tugel Quad View, горячее сочетание клавиш Ctrl, Alt, Q. Если ее нажать, давайте я панельки закрою, то у вас окно 3D-вида сразу же подразделится на 4 окна. Вид сверху, вид спереди, вид справа, и вот такой перспективный вид, практически как и был. И таким образом, работая в одном окне, вы сразу же можете наблюдать изменения в других окнах. В случае большого монитора, данное разбиение окон будет очень удобным. С помощью Ctrl, Alt, Q я вернул все назад, как было. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать вам в панели свойств. Остальные меню в рамках данного курса трогать не нужно. Пожалуй, на этом здесь все. Остальные меню в рамках данного курса трогать не нужно. Продолжение следует... Продолжение следует...